Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире рубрика «Вопросительное ухо-горло-носие». Рубрика, где мы говорим о заболеваниях лор-органов. Сегодня мы поговорим о таком состоянии, когда ребенок почему-то начинает плохо слышать. Слышал ребенок, слышал, все было нормально, и вдруг у него начинают закладывать уши, и как будто бы он игнорирует родителей, как будто он чего-то недослушивает, он пытается сделать телевизор погромче, когда смотрит любимые мультфильмы. И что же происходит с ребенком? В данном случае родитель должен озадачиться, а не увеличились ли аденоиды у ребенка, не воспалились ли они, потому что аденоидная ткань находится в носоглотке, а также в носоглотке открываются два небольших отверстия, которые правильно называются глоточные устья слуховой трубы. Это маленькая дырочка, и аденоидная ткань расположена рядом. Если аденоидная ткань начинает наплывать на слуховую трубу, то она механически закрывает это отверстие, может закрывать с одной стороны, но, как правило, закрывая с двух сторон, и таким образом у ребенка возникает ощущение оглушенности. Ребенок начинает плохо слышать, и это состояние не на полчаса, не на 20 минут, а состояние это стойкое, на дни, а порой даже и на месяцы. А некоторые дети ничего и не говорят, и родители только в процессе общения понимают, что с ребенком что-то не так. Поэтому, дорогие родители, очень внимательно смотрите за состоянием ваших детей, и если вы видите, что с ребенком что-то не так, что он стал хуже слышать, обязательно обратитесь к лор-врачу. Дорогие друзья, в эфире была рубрика «Вопросительное ухо-горло-носие». Если у вас есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте их. Все контакты вы видите на ваших экранах, и мы с радостью ответим на все ваши вопросы. С вами был доктор Зайцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова